МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Журналисты «Одинцов инфо» и газеты «Новые рубежи». Они также подготовили ряд вопросов. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать, позвонив по телефону, указанному на экране. Здравствуйте. Добрый вечер. Игорь Ефимович, много было сказано об объединении лечебных учреждений в единое целое. Хотелось бы сегодня подвести итог. Я так понимаю, первый этап завершен. Практически, да. Первый этап завершен. Мы получили сегодня областную Одинцовскую больницу. Что это значит? Какие преимущества, в первую очередь, для жителей появились в связи с влиянием нескольких лечебных учреждений в единое целое? Во-первых, у нас больше нет раздельного прикрепленного контингента населения. То есть нет такого, что в Звенигороде прикреплены к своей поликлинике, Одинцово прикреплены к своей поликлинике, в Кубинке к своей поликлинике. Теперь все это одна единая Одинцовская поликлиника, Одинцовская областная больница. Таким образом, любой житель Одинцова, независимо от того, где он прописан, может обратиться в любое амбулаторное поликлиническое звено, где бы оно ни было. И там записаться к его специалисту. Что это дает? Это дает вопрос в доступности. Это дает возможность выбирать специалиста более широкой гаммы. Ну, предположим, в Вершовской амбулатории у нас один невролог, максимум два. А всего в Одинцовской больнице работает 22 невролога. Я так утрирую. То есть теперь сегодня человек может выбрать, к какому неврологу он может пойти. Если раньше просто выбора не было, чтобы он был прикреплен, доволен он врачом, недоволен он врачом, он все равно к нему идет. Но не приведет ли это все к перекосу нагрузки на врачей? Потому что более, так скажем, популярные врачи в соответствии с этим получат больше пациентов. То есть вот здесь перекосов не произойдет? В 323-м федеральном законе четко прописано, что каждый гражданин имеет право выбрать то лечебное учреждение, где он хочет лечиться и того врача. В свою очередь главный врач, руководитель, заведующий поликлиникой, должен видеть, если нет записи к тому или иному специалисту, что происходит. А, специалист неграмотен. Б, он халатно относится к своей работе. Лец может просто груб и недостаточно воспитан. Это первый сигнал на первый звонок. Таким образом, руководитель должен профилактировать такие вещи. Если врач отвечает всем квалификационным навыкам, общается с пациентами в соответствии с диетологией, как положено, и не делает ничего, кроме того, как выполнять свои функциональные обязанности, то все будут к нему записываться. Если этого не происходит, значит, это не какая-то причина. И это очень хорошо, поскольку это некий такой элемент внешнего контроля качества оказания медицинской помощи. Независимость, у нас с вами появляется общественное мнение, общественный так называемый эксперт внешний в лице пациентов. Очень много было толков разговоров вокруг объединения задолго до этого процесса. Тем не менее, больше всего переживали за то, что будет сокращение штата. Так ли это? Произошло ли сокращение после объединения? Очень много писали в соцсетях. Наверняка вы, конечно, тоже видели эти комментарии. И на встречах, которые вы в огромном количестве проводили с населением на разных территориях, вам тоже задавали эти вопросы. Вы абсолютно правы. Но Минздрав так провел данную процедуру, и нам утвердил такое штатное расписание, что сегодня 14 человек получили уведомления о сокращении должностей. Из скольки? Из более чем 3 тысячи. То есть 3 тысячи врачей? 3 тысячи с небольшим хвостиком, специалистов различного рода профиля, и врачей, и медсестер, и водителей, и экономистов. Ну, в общем, всех, кто был задействован в жизни. И только 14 получили уведомления об увольнении. Продолжим чуть позже, потому что у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Это кому? Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Здравствуйте. Это меня слушают, нет? Да, мы слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, когда будут лекарства, сейчас скажу, в Одинцовской больнице, в онкологии. Как правило, их нет. Приходится каждый раз выбивать. Спасибо за вопрос, Игорь Ефимович. Действительно, в начале этого года были проблемы некие с заказом онкологических препаратов. Но с лето, с осени мы эту проблему решили. Сегодня все онкологические препараты в необходимом объеме поступили. У нас они есть в наличии. И отделение онкологии работает в статном режиме. Ну, в любом случае, есть горячая линия больницы, позвонив на которую, пациент может получить, я так понимаю, в любое время суток, да? Она работает круглосуточно. То есть 24 на 7 работает колл-центр, горячая линия. Круглосуточный есть колл-центр, который также круглосуточно. Микрофон, пожалуйста, Игорь Владимирович. Также вы понимаете, что не может быть такого, чтобы у нас были в наличии все онкологические препараты. Так не бывает. Для этого наметить громаднейший аптечный склад, который просто физически сделать невозможно. И поэтому те пациенты, которые с редкими какими-то видами заболеваний нуждаются в получении этого препарата, мы их перемаршрутизируем в то лечебное утверждение, где этот препарат в наличии есть. В любом случае пациент без помощи не обходится. И потому что однецовские жители, конечно, рассматривают однецовскую больницу как больницу своего территориального образования. Но однецовская больница рассматривает себя не только как однецовская больница, как очень отъемлемое структурное подразделение Министерства здравоохранения Московской области. И поэтому мы же видим больше, так сказать, более широкую палитру возможностей наших. Но пациентов мы перенаправляем в Монике, перенаправляем в Валашеву, перенаправляем. И какие-то есть редкие заболевания. То есть так же, как если мы направлены на лучевую терапию. Если говорить про онкологический больник, насколько это происходит оперативно? Игорь Владимирович, может быть, к вам, касаемо маршрутизации пациентов? То есть если нет, например, лекарственных препаратов, если к вам обращаются за помощью, то дальше какие действия следуют? Ну, невозможно однозначно сказать по поводу того, что каких-то онкологических препаратов на данный момент нет. Потому что, в принципе, граждане получают у нас препараты либо по льготному, по ДЛО, по льготе, выписывается рецепт в амбулаторном поликлиническом звене. И гражданин с этим рецептом абсолютно спокойно может получать эти препараты в аптеках абсолютно бесплатно. Если это касается препаратов, которые необходимо будет вводить пациенту в круглосуточном стационаре, то на данный момент круглосуточный стационар полностью обеспечен препаратами онкологическими, по профилю онкологии. Если же какие-то возникают ситуации, эксцессы, есть заведующий, есть горячая линия, все это отрабатывается в онлайн-режиме, по горячим следам. В принципе, на данный момент я не могу сказать, что на сегодняшний день какие-то есть по этому поводу серьезные замечания в адрес Одинцовской областной больницы. Спасибо. Я хочу, чтобы к нашему разговору присоединились коллеги. Полина, вам слово. Ответственный секретарь газеты «Новые рубежи». Добрый вечер. Мы традиционно дали кличпу нашим читателям и получили ряд вопросов от них. Разрешите задать первый. Многие переживают, наши читатели, что при создании, например, какого-то аврального режима в одном медицинском учреждении, других врачей из других поликлиник будут экстренно переводить в это медицинское учреждение. Возможно ли такая ситуация? И как тогда, если да, то как быть тем лечебным учреждением, которые останутся без тех или иных специалистов? К сожалению, наше здравоохранительство не подразумевает по собой переводы человека с одного лечебного учреждения в другое лечебное учреждение. Он, наверное, был бы оформлен на работу, являться внешним совместителем и ходить туда в определенные часы. А перевести с одного лечебного учреждения в другое это просто невозможно. У нас в стране закон, по которому лицензируется само лечебное учреждение, то есть здание и сооружение. У нас врачи не лицензируются. Если бы была лицензия у самого врача, тогда мы можем оказывать медс-помощь где ему угодно, в любом месте. И можем его переводить куда угодно. Но у нас, к сожалению, это все, или к счастью, это все немножко по-другому. Поэтому, допустим, сотрудника Одинцовской больницы перевести куда-то в другое учреждение просто физически невозможно. Андрей? Да, у меня вот есть вопросы в таком более практическом, так сказать, русле. Вот реформа, да, вот объединение больницы, как она поможет пациентам? Как мы знаем, сейчас есть электронная запись, да, она уже несколько лет действует, и, в общем-то, это удобно очень, да, то есть вы можете записаться, спланировать там заранее свое время, прийти. Но вот на практике очень часто оказывается, что в поликлинических отделениях, это первая-вторая поликлиника, вы приходите к обозначенному времени и еще попадаете в живую очередь и ждете там 30-40 минут. И, опять же, да, если вы воспользовались госуслугой, то по окончанию ее оказания приходит предложение поучаствовать в вопросе, и вот на сайте госуслуг Московской области есть рейтинг медицинских учреждений. И, в общем-то, вот рейтинг двух поликлинических отделений первого и второго Одинцовской больницы, он далек от идеального. Если вот внимательно посмотреть его, то окажется, что больше всего пациентов волнует именно время ожидания. Да, вот не удовлетворенность результатам или там отношения медперсонала, а именно время ожидания. А на втором месте находится чистота и порядок в поликлинике. Вот смотрите, по времени ожидания, как ужасно оценили 7% ваших реальных пациентов. Это вот приняли участие в этом официальном опросе. Еще раз повторю, что это результаты опроса на сайте госуслуг Московской области 7800 пациентов. Вопрос какой, Андрей? А смотрите, а как удовлетворительно 12%? Ну, в общем, какие-то ужасные просто цифры. И мне бы хотелось понять, услышать от вас, Игорь Ефимович, ответ. То есть вот эти преобразования организационные, структурные, которые сейчас, в процессе которых находится больница, как они помогут решить вот те проблемы, которые испытывают ваши пациенты? Вот на примере результатов опроса. 7% из 100% опрошенных это не такой большой процент, на самом деле. Второе. Давайте посмотрим немножко на эту историю объективно. Не со стороны только лишь пациента, а со стороны просто жителя. Что у нас произошло? Поликлиника номер один была закрыта несколько лет тому назад на капитальный ремонт, как вы знаете прекрасно. Получается Маша Бризова, дом 5. Прекрасно понимаете, что врачи из этой поликлиники переехали не в какое-то новое, другое оборудованное здание, не в какую-то другую поликлинику. Они временно переехали в не очень приспособленное для этого помещение. И вы прекрасно понимаете, что врачи сегодня совершают свой некий маленький подвиг. Они сидят и работают в трудных условиях, в стесненных условиях, оказывают медицинскую помощь населению, ожидая, когда построится нормальная новая поликлиника. И слава богу, у нас на будущий год, к весне, откроется новое здание после капремонта так называемой поликлиники номер один, общая площадь 4 тысячи квадратных метров, плюс к нему еще дополнительно будет присоединен новый корпус, который построен, порядка 5 тысяч квадратных метров. Таким образом, на улице Маршала Бризова мы с вами получим общую площадь здания порядка 11 тысяч квадратных метров. Сегодня поликлиника номер один, если метров 300 занимает, это хорошо. С несозмеримой, сопоставимой цифрой, сопоставимой вещи. Потому что для того, чтобы сформировать хорошую качественную медицинскую услугу, нужно иметь как минимум две вещи. Помимо грамотных специалистов и хороших врачей, это оборудованные, приспособленные помещения и нормальное оборудование. Вот к весне все это у нас появится. Я думаю, что эту недовлетворенность пациентов мы обязательно взяли с ними. Потому что, к сожалению, сегодня, сейчас, в краткосрочной проспективе это сделать физически невозможно. просто. А с вводом нового здания, конечно, что это будет. Что дает объединение? Вот как раз таки объединение дает нам возможность более рационально использовать площади заниманием здания и сооружения лечебными учреждениями и повысить доступность и качество медицинской услуги. Ну, например, в Перкушково, бывшая, так называемая, больница номер два, не работает в круглосуточном режиме как скоропомощная больница. Одинцово работает в круглосуточном режиме как скоропомощная больница. Но мы прекрасно понимаем, что в Перкушково есть хорошее здание, хорошие условия, прекрасный стационар, реанимация, операционная. Что мы делаем? Мы объединив всех, укладываем в одно единое временной пространственное континуум. То есть все работают? А именно, 24 на 7. Конечно. Таким образом, это нам что дало возможность сделать? Как пример нам дало возможность сделать организовать впервые в Одинцово по приказу Международной области 20 койк хирургических, онкологических. Их не было, они у нас появились 3 месяца назад. Мы можем сформировать нормальную хирургическую онкологию. Что нам это дает в свою очередь? Это дает только тому, что мы можем организовать медицинский консилиум, который должен быть для онкологического больного, чтобы пациентов в Одинцово консультировали сразу три специалиста. Лучевой специалист, специалист-химиотерапевт и специалист-хирург. Нам даст возможность сделать центр амбулаторной онкологической помощи, полноценный, так, как он должен быть. Размернуть палеотивные койки. То есть сейчас мы находимся в стадии некой реорганизации. И затыкать дыры какие-то мелкие в медовоеносе мы, конечно, пытаемся, но это не системный подход. А именно объединение нам дает возможность системно выстроить логическую работу так, производственный процесс, а полиции это есть не что иное, как машина, это как завод по производству здоровья, чтобы потом этих жалоб не было вообще никогда. Что касается с уборкой, с чистотой, с сервисом, масса проблем было с клиниковой компанией. Когда я приступил к своим обязанностям, не было вообще уборки на территории больницы. Люди встали и ушли. Не было ни руководства бывшего, не было ни уборки, ничего не было вообще. Это был май месяц. И нам пришлось с нуля в экстренном порядке под коллегами, теми, кто остался на своих рабочих местах, в экстренном порядке переводить все это дело так, как это должно быть. У нас сегодня есть вопросы, организационные вопросы. у нас сегодня есть вопросы экономические, есть вопросы учета. У нас есть много-много внутриучреждения, масса каких-то историй. Мы должны прекрасно понимать, что больница это не какой-то идеальный механизм, не какой-то идеальной существующей организации, то, что мы имеем сегодня в наличии. Это организация, которая имеет свои проблемы, имеет свои сложности, имеет свое какое-то наследие, имеет свои какие-то человеческие факторы, людской факторы. Мы с вами читаем прекрасные вещи, которые пишут про больницу. И зачастую это вещи просто фантазийные, выдуманные, надуманные. Все-таки есть же и реальные истории, и моменты, и очень часто мелькает им ЖЭК 55, корпус, ну, все мы прекрасно знаем, и, наверное, самое нашумевшее видео этой осени — это реанимация Денцовской ЦРБ. Ну, реанимация — это абсолютно фейковое видео. Да, то есть, ну, и такие вещи, они, ну, действительно появляются регулярно, и, безусловно, люди не понимают, чему они, во что им верить. Именно поэтому, в том числе, мы пригласили вас сюда, чтобы вы рассказали, действительно, как обстоят дела в больнице, что врачи, в основном, все на местах, что все работают, все принимают пациентов, все оказывают помощь и спасают, мы уже сказали об этом, 24 на 7 жизни людей. В первую очередь выполнять свой долг, долг врача. Очень много было право фейковой информации и фейковых вещей. Допустим, абсолютно фейк был делан про реанимацию. Мы даже поняли, кто это сделали, как это все получилось, уже было проведено внутреннее расследование. Ну, во-первых, просто как пример, представьте, что в реанимации нет кислорода. Любой здравоохранительный человек выходит, видит здоровенную кислородную станцию в центре больницы и понимает, что реанимация не может быть вообще никогда. Так не бывает. Ну, пришли депутаты, мы им все показали, все рассказали, они увидели, что все на месте, реанимация работает. Более того, реанимация получила за последние полугода прекрасное новое оборудование, это искусственная вентиляция легких аппаратов, наркозо-дыхательные аппараты к нам пришли. Мы готовимся на будущий год разворачивать центр сосудистой хирургии, у нас в плане получения географической установки, у нас в плане создания нейрохирургической операции. К нам стали подтягиваться специалисты другого немножко квалификационного уровня, поскольку появляется необходимое наше оборудование. Но, коллеги, надо понимать то, от чего мы отталкиваемся и к тому, к чему мы хотим прийти. Отталкиваемся, к сожалению, от достаточно непростой ситуации в разных аспектах, а хотим прийти к нормальной, многопрофильной скоропомощной больнице. И, конечно, за 7-8 месяцев, я сейчас занимаюсь, 7 месяцев мы работаем с нашим коллективом над этой задачей, мы это сделать быстро не можем, физически невозможно. Это сделать физически невозможно. Но мы стараемся, я думаю, что в течение, я думаю, трех лет, трех лет, мы сможем выставить и логистически, и организационно, и Министерство здравоохранения может нас оснастить, и правительство Московской области нас оснастит всем необходимым для нас оборудованием. И тогда у нас с вами получится то, что мы хотим. За один день, к сожалению, такой истории не пойдет. Ну, простой пример, как я уже рассказывал, и про лапроскопические операции, и про нормально подготовленные операционные. Сегодня большая работа проделана в Звенигороде. Например, в Звенигороде у нас с вами появилась прекрасная операционная, соответствующая европейскому уровню, с ламинарными потоками, с системой воздухоподготовки, так, как она должна быть. Двигли, отремонтирована поликлиника. В Одинцово у нас поликлиника номер один, как мы знаем, по весне тоже зайдется в эксплуатацию. Все потихонечку движется, но за один день не получится, к сожалению. 16 декабря в администрации прошло заседание по реорганизации учреждений здравоохранения округа. На совещании была, в том числе и съемочная группа телеканала. Давайте посмотрим, как это было. Одинцовский многопрофильный скоропомощной центр создан. Первый этап реорганизации медучреждений городского округа завершен. Теперь Одинцовская ЦРБ, Звенигородская центральная городская больница и районные больницы номер 2-3, как один большой механизм. Первыми, кого волновала реорганизация, персонал. Павел Бережанский работает педиатром в селе Успенское. В день принимает минимум 35 пациентов. График плотный, но находит время и для общественных дел. Он – председатель первичной профсоюзной организации уже бывшей районной больницы номер 2. Плюс это проведение специальной оценки условий труда. Именно по результатам этой оценки у людей начисляется дополнительный отпуск и сельские выплаты, и дополнительные какие-то привилегии и так далее. Это очень важно. И самое главное, по результатам этой оценки мы получаем класс вредности. И с этим классом вредности люди уже относят пенсионные фонды, получают дополнительные начисления на свою пенсию. После реорганизации заработная плата не изменится, и поселковые выплаты останутся тоже, заверил главный врач. Наша задача – создать на территории Денцова многопрофильный, полноценный скоропомощный стационар со всеми видами медицинской помощи. Для того, чтобы соблюдать золотой час при инфаркте, золотое время при инсульте, чтобы пациент не ждал, когда он доедет куда-то, чтобы обратиться к себе в Одинцовскую больницу со всеми его непосредственно интересующими вопросами. И любой житель Одинцова может и должен получать любую медицинскую помощь в скоропомощном режиме на территории своего учреждения. И самое главное, конечно, в таком центре персонал и новое оборудование, которое в полном объеме поступает. Например, в Звенигороде уже начали проводить лапароскопические операции в гинекологии. Есть эндоскопическая установка. В Одинцово ожидают нейрохирургическое оборудование, современные УЗИ-аппараты. Пациентам будет проще записаться к узким специалистам или выбрать врача не со своего участка. Но это сами доктора считают отрицательной чертой реорганизации. Вы сейчас сказали про отрицательную черту. Я хочу просто чуть-чуть объяснить, что имел в виду журналист. Это то, что все привыкли. Пациент прикреплен к определенному участку. Он знает врача, врач знает его. Он приходит на прием и уже, в общем-то, понимает полностью историю лечащей врач. Практически от нуля, будем говорить это так. То есть сейчас возможность маршрутизации более полной и можно выбрать любого врача. Доктора переживают, что от них уйдут их пациенты, которых они знают десятилетиями, что они будут перенаправлены другим специалистам. Они потеряют... То есть само понятие участка уходит, и вот это привычное общение, оно тоже уйдет. Вот этого опасается доктора. Пациент должен иметь выбор. А про доктору, чтобы вы помните, старый анекдот, когда сын приходит к отцу, ушедшему на пенсию доктору, и говорит, папа, ты знаешь, ты летел больного 20 лет, а я наконец-то его вылечил. Он говорит, сынок, на что же тебе будет жить? Понимаете? Поэтому наша задача оказывать качественную медицинскую помощь. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Добрый вечер. Добрый. Представьтесь, пожалуйста. Я Катаева Лидия Александровна. Катаева. Добрый вечер, Лидия Александровна. Ваш вопрос. Мой вопрос по поводу поликлиники номер два и сериала седьмой. Бля, он не нашел. Не знаю, когда ведут порядок. В смысле, вторая поликлиника размещена на первом этаже пятиэтажки. Это кошмар какой-то. Вот сойдешь, светлого пятна не видно столько народа. Спасибо за вопрос, Игорь Екатеринович. Я уже ответил на этот вопрос. К весне 11 тысяч метров площадей вводится в эксплуатацию для оказания амбулаторной поликлинической помощи. Вторая поликлиника тоже уходит туда? Мы максимально расселим все поликлиники, территории, которые сейчас заняты амбулаторными врачами, и прием все в соответствии с требующими нормами. И по метрам, и по рекреационным зонам, по всему. У второй поликлиники, с одной стороны, это старое здание пятиэтажки, а вторая часть это новый современный объект с новым оборудованием. Конечно, пациенты, вот эта разительная картина, буквально в нескольких десятках метров друг от друга находятся помещения, безусловно, не оставляют равнодушными. Ну, абсолютно право, там и панели старые, деревянные, все это требует ремонта, все это требует. Но мы даже понимаем, что, во-первых, учреждение наше с вами, Литовская больница, работает на хозоотчете, мы получаем деньги с обязательными застрахования, от страховых компаний. А к ремонту осуществляют нам непосредственно Министерство здравоохранения Московской области. Мы обращаемся, представляется, есть такие долгие процедуры, непростые, но, тем не менее, все это решается по мере. Допустим, была долгая проблема протечка потолка в регион-кабинете. В поликлинике номер два. Сейчас мы по вареньной работе проблему это решили. А потолок тек достаточно, я не знаю, сколько тек, может быть, года два. Может быть, три это была история, но тем не менее, решили. Долго, да, но решается. Елена Викторовна, хочу, чтобы вы тоже подключились к беседе, берите микрофон. Если говорить о перспективах именно Одинцовского родильного дома, потому что все, конечно, знают, что многие годы он входил в пятерку лучших родильных домов области, заслуженно. Здесь работают и отличные врачи, и прекрасные созданные условия. В общем-то, не уступаем мы перинатальным центрам в том числе, потому что, ну, оказывается, действительно хорошая помощь. Вот как дальше будет? И не пугает ли вас соседство с перинатальными центрами? Нет ли оттока рожениц? Мы тоже стремимся к развитию, и я могу сказать, что сейчас на основании 572-го приказа, это федеральный приказ и 208-го приказа о работе Акушерской гинекологической службы Московской области, все роддома и перинатальные центры, они разделены на три уровня. И мы относимся ко второму уровню оказания медицинской помощи. Конечно, из-за этого есть определенные моменты, когда более тяжелых пациентов мы должны маршрутизировать в перинатальный медицинский центр. Но сейчас мы стремимся, и мы надеемся, что мы обязательно станем роддомом третьего уровня. У нас к этому есть все необходимые и кадровые. Что это значит? Какие будут медицинские услуги оказываться в рамках этого уровня? Это будут оказываться медицинские услуги на уровне ВМП. И у нас будет эта полная возможность их оказания, и я думаю, что в течение следующего, может быть, года нам удастся получить третий уровень и стать, так скажем, уже сейчас по приказу мы перинатальным центром являемся, но второго уровня. У нас есть звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. С вами Нина Викторовна. Добрый вечер. Я таким пожеланием к главному врачу, к начальнику нашему. Получилось, что в этом году я очень много обращалась в ту поликлинику номер два. Считаю, что хорошая поликлиника, хорошие врачи, дай бог им тебе здоровья. И в больницы попадало все хорошо. Единственное, пожалуйста, сейчас очень большой ортологический корпус. Ну, не корпус, а много врачей. Можно попасть, все хорошо. Но нет онколога-гинеколога. Пожалуйста, обратите внимание. Потому что приходится в Валашх очень тяжело попасть. В Монике очень тяжело попасть. Хотелось бы здесь после операции, после лучевой, чтобы можно было с кем-то консультироваться. Большое вам спасибо. Спасибо. Елена Викторовна, наверное, к вам, да? Прям, прям угадали, зрители. Игорь Ефимович сказал, что у нас уже создано отделение, хирургическое, онкологическое отделение. Там у нас работает доктор медицинских наук. А где он сейчас располагается? На базе Одинцовской нашей медицинской. Маршал-близов, дом 5. Да. То есть в хирургическом корпусе. Так точно. Да, и там в планах обязательно будет работать гинеколог-онколог. Насколько это быстро? Ну, какая быстрая перспектива? Я думаю, это перспектива ближайшего месяца однозначно. Я хочу, чтобы к нашему разговору присоединились журналисты. Полина, знаю, что у вас еще есть вопросы к нашим гостям. Следующий вопрос будет касаться врачебных комиссий. Жители интересуют, вот в Звенигороде есть врачебная комиссия. То есть если, например, больничный продлить, человек считает, что не нужно еще поболеть. Создается врачебная комиссия, и человек решает, нужно или не нужно это ему. А в связи с объединением, будет эта врачебная комиссия только в Одинцово, или же все останется, как сейчас? Игорь Ефимович. Игорь Владимирович, да? Игорь Владимирович, да? Я думаю, Владимир Владимирович лучше ответит на данный вопрос. Что делать с больными, если он решил еще поболеть? Да. Да, пожалуйста. И бывают ли такие случаи, Игорь Владимирович? Ну, я шучу, конечно. Ну, на данный момент по этому поводу можно сказать только одно. Врачебная комиссия имеет право проводить абсолютно любой руководитель. То ли это будет заведующий отделением, то ли это будет заместитель главного врача. Любой человек, который имеет соответствующее образование, для этого имеет право проводить врачебные комиссии. На данный момент в амбулаторно-поликлиническом звене города Одинцово, будем сейчас называть так, в каждой амбулатории поликлиники врачебную комиссию проводят заведующие на местах. Ни одному пациенту не предлагается проехать в какое-то другое отделение, в какое-то другое подразделение. Что касается медицинских организаций, которые объединились сегодня на данный момент в Одинцовскую областную больницу, в некоторых амбулаториях-поликлиниках существует такая практика. На данный момент мы это отследили. Каждый заведующий амбулаторий поликлиники сейчас будет проходить соответствующее обучение. Оно крайне короткое. Порядка 72 часов потребуется для того, чтобы получить соответствующий сертификат. И абсолютно спокойно может проводить врачебную комиссию в рамках своего веренного ему подразделения. Просто раньше там не было этих комиссий до объединения? Да, до этого не было ничего. На данный момент мы сейчас проводим по этому поводу работу. И теперь ни один пациент не будет ездить из одной поликлиники в другую для того, чтобы продлить больничный лист. Спасибо, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Светлана Светлана Ивановна. Добрый вечер, Светлана Ивановна. Ваш вопрос? У меня очень волнительный вопрос. Я инвалид. По роду своего заболевания прохожу лечение в трехэтажном здании на Можайке 55 в отделении гастроэнтерологии. И меня теперь очень волнует в связи с этими преобразованиями, где я смогу проходить лечение. Здесь квалифицированные врачи, и очень бы хотелось у них же продолжать лечение. Они, как говорится, продлевают жизнь. Где теперь будет это отделение гастроэнтерологии? Расскажите, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Отделение гастроэнтерологии будет там, где оно сейчас располагается. На Можайке 55. На Можайке 55. Мы абсолютно добились, что в этом году у нас все манипуляции делаются под наркозом, как и колонскопии, как и гастроскопии. Мы развернули там дневной стационар. Очень хорошо слышали, что пациенты достаточно неплохо отзываются о нашей работе, несмотря на то, что там очень и очень непростые условия труда и условия пребывания пациентов. Здание старое, требует капитального ремонта. И там сейчас происходит уже, как мы с вами видим, сделан фасад. Сделаны наружные сети. И отделение и сейчас находится там, гастроэнтерология, оно там и будет в дальнейшем находиться. Просто, может быть, на время ремонта мы куда-то это все переместим. Пока сказать мне сложно, поскольку это будет понятно в январе. Мы видим график капитального ремонта. Нам в Министерстве, когда Москва, то все покажутся. То есть в 2020 году заложен ремонт этого корпуса? И этого корпуса заложен ремонт, и корпус хирургического корпуса тоже. Почему еще было очень важно объединение? Потому что нам некуда же переезжать. У нас же не возникнет где-то в виртуальной больнице, в которой мы все сели, в момент ремонта и переехали. Но ремонт делать надо. Поэтому ремонт делать, так называемый, шахматный порядок. У нас есть, как я говорил, здание на Перхушевской стационар. Там прекрасно творится операционный. Там очень большой потенциал, возможности, которые могут его использовать. И мы уже с руководителем структурного подразделения господином Геворкианом, который там расстается работать, уже руководителем структурного подразделения Одинцовской областной больницы. Он там должен развернуть вместе с поликарповым, с профессором. Нашим онкологом, Центром облаторной онкологической помощи, ЦАОП. И туда же уже переедет вся хирургия в дальнейшем плановой онкологической, химиотерапия. И там вот такой уникальный онкологический кластер. А вот то, что будет высвобождаться, ну, как простой пример, мы перевезли гинекологию в роддом, чистую гинекологию, а на том месте, где у нас освободились помещения, мы будем создавать отделение экстренной эндоваскулярной кардиохирургии, куда-то назнается ангиографическую установку. Это просто обычное движение, рациональное использование площадей. У нас есть звонок, давайте дадим возможность зрителю высказаться. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр. Добрый вечер, Александр, ваш вопрос. Здравствуйте. Вот мне бы интересно знать, вот было 42 дня отпуска, а сейчас почему-то стало 30. А вы, я так понимаю, сотрудник Одинцовской областной больницы, Александр? Да, я работаю в больнице, да. В больнице. А где работаете в больнице? В Водинцово. В Водинцово. Александр, прошу прощения, а кем вы работаете? Позвольте полюбопытствовать. Я в Кубинке работаю. В Кубинке. Кем вы в Кубинке работаете, Александр? Скажите, пожалуйста. Я водителем работаю. Водителем. Александр, вы знаете, я могу вас принять в любое для вас удобное время. У нас только сегодня буквально завершилось образование. И теперь я юридически в Кубинке могу заниматься всеми необходимыми вопросами. Давайте узнаем, почему с вас сняли вредность, значит, за что-то, и почему сразимился отпуск. Пожалуйста, приезжайте или позвоните мне в приемную, мы с вами свяжемся, все выясним. Хорошо, Павелин, спасибо. Не за что. Спасибо. Много таких вопросов, Игорь Ефимович, в связи с объединением. Часто вам звонят сотрудники? Вы знаете, вот этот вопрос по отпуску пациента никакого отношения к объединению не имеет. Ну, не пациента, а сотрудника. Я прошу прощения, сотрудника. Никакого вопроса к объединению не имеет. Почему у сотрудника стал меньше отпуск? Сказать сложно, потому что, в принципе, юридически отпуск обговорен трудовым договором этого сотрудника и наличие вредности у него того или иного производства. Что изменилось в его условиях труда, просто надо понять. Может быть, если он возил какие-то особо взрывчатые материалы, у него был отпуск больше, а вот сейчас он что-то перестал возить. Сказать достаточно сложно, и непосредственно с ним мы этот вопрос отработаем. Я хочу, чтобы к нашему разговору Нина Павловна подключилась. Нина Павловна, заведующая главная врача по детству. Нина Павловна, ну, все понимаем, что Одинцовская детская больница – это точка притяжения, так скажем, всего детства. Так было раньше, когда еще был Одинцовский район, теперь округ маленьких пациентов стал еще больше. Как вот с объединением будет теперь распределяться нагрузка, и не увеличится ли она на нашу поликлинику на улице Говорова в городе Одинцово? Нет, она не увеличится. В связи с тем, что у нас сейчас произошла эта реорганизация, благодаря этому мы можем направлять детей. У нас создана единая база, нас объединили больницы РБ-2, РБ-3, вот сейчас, ну, когда будет производиться второе, будет проходить второе объединение, к нам присоединятся другие поликлиники, и мы уже можем спокойно направлять детей на консультации в те поликлиники, в те амбулатории, где есть те или иные специалисты. Вот, получается, это преимущество, то есть база расширилась? База расширилась, врачей стало больше, конечно, и направить мы можем. Конечно, не каждому законному представителю, особенно нашим, Одинцовцам, им не очень это нравится, что приходится ездить к тому или иному специалисту, например, в ту же Барвиху. Они считают, что это очень далеко, хотя время доезда это составляет не более 10 минут, да, 10-15 минут. Но, тем не менее, мы можем спокойно записать ребёнка к тем или иным специалистам. Опять же, вот как сказал Игорь Ефимович, да, что сейчас нагрузка на некоторых специалистов, конечно, она возрастёт. И возрастёт она на специалистов, которые находятся в детской поликлинике, потому что у нас принято считать, что если доктор сидит в детской поликлинике, значит, он детский, а тот доктор, который сидит в поликлинике, например, в том же Голицыно, он не детский. Мы пытаемся, мы доводим до сведения родителей о том, что есть всего лишь 5 специальностей детских, все остальные специалисты, которые сидят в поликлиниках, они очень спокойно могут принимать детей. То есть, ну, для этого нужно время. Так быстро мы, конечно, не перестроимся, но, тем не менее, вот это объединение для нас, для специалистов педиатрической службы, это, конечно, лучше. Есть ещё и детский стационар. Вот количество мест увеличилось теперь в стационаре за счёт объединения? Или вся нагрузка, опять же, на Денцовский детское отделение? Нет, у нас есть педиатрическое отделение, которое находится на Любу Новоселовой, дом 6, у нас есть педиатрическое отделение, которое из Звенигороде, у нас есть педиатрическое отделение в Кубинке, мы работали с ними раньше. У нас не было, как бы, общей базы, да, но, тем не менее, сейчас мы, ну, вообще педиатры, да, это те люди, которые работают одной семьёй. Мы живём в этом мире, и если ребёнок, тяжёлый ребёнок, или тот ребёнок, которому нужна какая-либо помощь, если он находился даже раньше в той же районной больнице номер 2, мы всегда его забирали на себя, потому что здесь более высоко квалифицированные специалисты, здесь более лучшее оборудование, да, шаговая доступность лучше. И поэтому сейчас это, я думаю, что это будет в дальнейшем так же будет использоваться. У нас есть звонок, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня Мария зовут, подскажите, пожалуйста, у меня вот конкретно вопрос про поликлинику на летнем отдыхе. Интересует меня вот какая ситуация, так когда в Голицыну, например, какие-нибудь врачи заболевают, либо ещё раз что-то происходит, у нас почему-то постоянно забирают то терапевтов, педиатров, почему вот мы должны ездить в какие-то другие поликлиники, я вот как бы вот этот вопрос меня очень сильно интересую. А вы врачи? Почему к нам никого не присылают на этот период времени? А вы пациент или сотрудник больницы? Нет, я мама с грудным ребёнком, который, когда мне нужно было ехать, например, в Голицыну, я чисто теоретически не могу этого сделать. Потому что нет специалиста на месте, я правильно понимаю? Да, ну вот не то, что нет, он сейчас есть, её вернули нам, нашего дорогого специалиста. Но вот был такой момент, что, например, даже анализы мы не могли, ни ребёнка я не могла взять, потому что у нас и медсестру забрали, и терапевта забрали. Я так понимаю, это было раньше, да? Сейчас ситуация нормализовалась. Развернулась, да, но просто был такой разговор, что вообще хотят закрыть нашу поликлинику, и вот меня немножко... То есть вопрос всё-таки в закрытии поликлиники, амбулатории в летнем отдыхе, правильно, Мария? Да, да, конкретно меня интересует, будет ли закрываться, и будут ли у нас постоянно забирать специалистов. Спасибо за вопрос. Это, по-моему, специалистов забирали в Голицыно. Жители волнуют, будет ли работать дальше амбулатория в летнем отдыхе. Вы знаете, в Голицыно существует свой собственный главный врач, который работает независимо от меня. И Голицыно на сегодняшний день поликлиника самостоятельное юридическое лицо. Потому что сейчас сложно сказать, как там устроена работа. Голицынская поликлиника будет включена во второй этап организации, ближе к весне будущего года. Никаких планов по сокращению чего-либо, там точно даже нет, как и в первом этапе. Но в поликлинике летний молодых? Я думаю, останется так же, как все есть. То есть она не входит сейчас пока в ведение Денцовской областной больницы? Пока это не наш подвед, да. Там есть замечательный руководитель, который останется там же руководить этой поликлиникой, только он будет в должности не главного врача, а заведующей поликлиникой. Потому что у нас все те специалисты, которые были главными врачами, кто захотел, те стали заведующими структурных подразделений. А кто-то пошел на повышение. Например, господин Крейг ушел заведовать совсем другой больницей, стал главным врачом в другой больнице. Спасибо. Хочу, чтобы присоединились к нашему разговору коллеги. Андрей, ваш вопрос. Да, вот прозвучало, что многие проблемы поликлинических отделений будут решены ближе к весне благодаря введению нового здания. Но мне бы хотелось все-таки уточнить, поскольку, опять же, возвращаясь к фейкам, я на личном опыте проверил, что 3 дня надо ждать своей очереди при записи к терапевту, потом еще 2 недели ждать очереди, чтобы сдать анализ крови, полторы недели, чтобы подошла очередь на УЗИ. И все-таки мне не совсем понятно, Игорь Ефимович, каким образом вот эти проблемы пациентов будут решаться благодаря только увеличению квадратуры, благодаря новому зданию. При том, что вы ранее говорили, что штат больницы, количество персонала, докторов не будет увеличено. И еще у меня сразу вопрос просили наши читатели задать по поводу доступности, опять же, медицинской помощи в поселке Назарево. На встрече с жителями в этом году вы обещали, что раз в месяц там в амбулатории будет принимать офтальмолог, эндокринолог, кардиолог и невролог. Кроме того, вы обещали, что стоматолог пройдет дополнительное обучение и получит сертификат, необходимый для работы с детьми. Прошло уже несколько месяцев, однако никаких изменений нет. И вот наши читатели спрашивают, когда? Вы абсолютно правы. Значит, Назарева мне не подчинялась до сегодняшнего дня. На встрече только в понедельник я смогу там чем-то руководить. До этого там был другой главный врач, это был СУРБ номер 2. И все эти проблемы относятся к нему. Я юридически не мог там ничего сделать. А вот с понедельника начал выполнять все свои обещания. Когда приступлю непосредственно к обязанностям, как уже главный врач, уже объединенные больницы. А до этого Назарева, как вы знаете, входила в состав областной больницы номер 2. И там, наверное, есть какие-то проблемы, сейчас будем разбираться. Что касается записи непосредственно. Назарева, кстати говоря, еще были проблемы перебоя с медикаментами, помимо всего прочего. Из-за них память не изменяет. И затапливал постоянно подвал. Тоже будем потихонечку с этим вопросом разбираться. Что касается сроков ожидания. Если позволите, Владимир Владимирович, как более следующий человек, вам расскажет, какие сроки установлены законом. Сколько времени надо ждать по закону. И, к сожалению, в один день ничего делаться не бывает. Игорь Владимирович. Пожалуйста. Сроки ожидания – это не более 14 дней. Соответственно, в эти сроки мы обязаны укладываться. И, насколько мне известно, по обращениям граждан на данный момент отслеживается этот вопрос. И обращение граждан, как на данный момент выясняется, практически на ноле по этому поводу. В эти сроки укладываются все амбулатории и поликлиники. Если возникают какие-то ситуации, когда пациент не может своевременно попасть, по истечению 14 дней этого пациента проводят, маршрутизируясь в другую амбулаторию или в другую поликлинику для этого. Также у нас созданы листы ожидания для пациентов. Пациенты могут абсолютно спокойно через электронную запись встать на очередь. И также в рамках 14 дней их обзванивают и предлагают им медицинскую помощь в амбулатории или поликлинике. Спасибо. Ну, то есть запись, подождите, можно все-таки уточнить? Запись за две недели на то, чтобы сдать анализы, это нормально получается? Нет. Запись за две недели, чтобы сдавать анализы? Сейчас, Игорь Владимирович, подождите, давайте примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Запись за две недели на то, чтобы сдать анализы, это нормально получается. Что у нас с технической частью случилось? У нас сорвался звонок. Можно я продолжу? У меня просто уточняющий вопрос. Игорь Владимирович, разъясните, пожалуйста, по количеству дней, то есть вот что такое 14 дней. Если тут шла речь о том, что 6 дней нужно, чтобы записаться к специалисту, полторы недели на УЗИ, ну и так далее, так далее, так далее. То есть уже срока больше гораздо. Нет, смотрите, к специалисту, к участковому терапевту это 3 дня. К узкому специалисту, неврологу, например, это еще плюс 2 недели. Просто чтобы сдать анализ крови, там биохимию, там сахар, это еще 2 недели. Чтобы сделать УЗИ вот в этом новом отделении на Можайском шоссе, это полторы недели. Плюс еще очень интересная сейчас ситуация в конце года сложилась. Я попытался записаться, ну там, допустим, курс лечения, да, мне врач назначает там месяц. И, ну, я для того, чтобы в очереди там не стоять, прошу записать меня там на январь. И специалист мне отказывает, назвав причину, что, ну, записи на следующий год вообще нет в Одинцовской больнице, в принципе. Он правильно отказывает. То есть вам отказывает уже специалист, которому бы на прием попали? Да. Ну, в таких случаях, как правило, я еще раз повторю, у нас существует круглосуточный колл-центр, горячая линия главного врача. Такие вопросы, они не так, они могут? Нет, не так. Я прошу вас, я звоню, пожалуйста. Пойтись, пожалуйста. Я, если можно, я на педиатрическом примере, да, вот объясню. Значит, у нас время записи, согласно приказу, да, время записи к врачу-педиатру, либо же к терапевту составляет три дня. На лабораторные анализы в течение недели к врачам-специалистам, если мы с вами говорим за острое состояние, вас доктор должен записать, его должны посмотреть, пациента, да, в этот же день, если это по острому состоянию. У нас круглосуточно работает приемный покой. Если мы говорим о, ну, я, наверное, в этом случае говорю о детях, да, плановое, мы говорим, что осмотр врачей-специалистов это в течение месяца. Но я говорю о плановом осмотре. Если вы говорите по поводу заболевания, конечно, доктор, видя ваше состояние, он вас должен записать в ближайшее время. Если у него не получается, он также должен вас направить в стационар для обследования, если мы говорим об остром состоянии. А если вы хотите записаться на консультацию через два месяца, так не получится. Через месяц, почему не через два месяца? Не получится, неважно, не получится. На самом деле, там решила о двух неделях. Вы позволите, я вам отвечу на ваш вопрос, вы сказали, что на январь нет, вы же меня спросили конкретно, на будущий год нет записи. Я вам отвечаю, это невозможно. Есть единая медицинская информационная система, работающая и в Москве, и в Московской области. Максимальный срок ожидания консультации за 14 дней, не более того. Если вы запишетесь сроком на более 14 дней, то у меня сразу в красном будет высвечиваться везде, что есть некий пациент, который ожидает вот эти вот более 14 дней. К сожалению, программа не предусмотрена, чтобы записаться на месяц вперед, на полгода вперед. Так не получается, так невозможно. Проблема в том, что просто нет свободных окон у специалистов в этом году уже. То есть невозможно, получается, записаться вообще к специалистам. Вы становитесь листом ожидания, который существует, колл-центр, да, колл-центр Одинцовской ЦРБ 8495-693-9189. Вы звоните, вас записывают в лист ожидания, и в течение этого срока, когда вам нужно записаться к тому или иному специалисту, вас сотрудник колл-центра, диспетчер, он вас обязательно запишет. Более того, если вы не звоните в лист ожидания, у вас вообще какая-то ситуация, что вы очень хотели попасть к какому-то врачу, и вообще не удовлетворены тем порядками, как это все осуществляется, вы приходите в первой покой Одинцовской больницы по улице Маршала Березова, дом 5. 2-4 сутки работают узкие специалисты все, которые необходимы, вас никто и вас по неотложу помощи прокрутирует и травматолог, и терапевт, и кардиолог, и хирург. И там вам сделают ультразвук по экстренным показаниям, также вам сделают там рентген по экстренным показаниям, если таковы и существуют. И таких пациентов на сегодняшний день обращается в приемный покой до 150 человек в сутки, которые просто приходят и говорят, болит, будьте любезны, посмотрите, пожалуйста. Андрей Юрьевич, вы получили инструкцию к применению? Да, спасибо, попробую обязательно. Ждем вас. Полина, есть у вас вопросы? У нас уже заканчивается время эфира, поэтому есть еще возможность. Да, вопрос один успеем задать. Будут ли вынуждены пациенты для получения направления в другие учреждения? Вот тоже, например, раньше я сталкивалась, что по глазам у меня было показание, что в Мониках, например, операцию, или в другом каком-то центре. И я в своей поликлинике приходила и забирала это направление, мне его спокойно давали. В связи с реорганизацией изменится что-то? Ничего не изменится. Ничего не изменится. Тот же врач, те же стены, то же направление, 0,57 У, утвержденная форма. Только надеюсь, что теперь с объединением мы сможем вам эту афтермологическую помощь оказывать уже у нас, в Ницовской больнице, на базе бывшей больницы ОРБ-2, где есть афтермологическое отделение. Я надеюсь, что она станет работать круглосуточно, мы откроем отделение травмы глаза, как и травмы через ницевой части, так называемую клинику голова-шеи, и вы будете там всегда обращаться. Первый шаг сделать всегда сложно, вы прошли первый этап объединения, первый этап завершился. Вот только он сегодня завершает? Да, впереди еще немало работы, но тем не менее, подводя итог всему, что сделано, что на сегодняшний день у вас в руках? На сегодняшний день у нас в руках достаточно разрозненные структурные функциональные подразделения абсолютно разного качества оснащенности, разного качества ремонтных созданий и сооружений, разного уровня подготовки специалистов, разной ментальности населения, свои сложности. И нам тебе предстоит, поскольку на этой неделе мы закончили, как вы правильно сказали, объединение, со следующей день начинать уже строить некую уникальную историю, не в одном здании, в одном громадном билдинге, так называемая городская большая клиническая больница многопрофильная, а это будет как ковер покрывать территорию Одинцова, многопрофильная Одинцовская областная больница. Кстати, я хочу сказать, что в принципе из того, что мы сегодня делаем, очень многие вещи мы заимствуем из недалекого советского прошлого, когда, как вы помните, Одинцов был свой собственный райздрав, и во главе этого райздрава сидел специально обученный человек, и все больницы, которые находятся на территории данного образования, подчинялись начальнику райздрава. В принципе, мы на сегодняшний день отчасти воссоздаем эту такую старую советскую систему, которая неплохо работала, поэтому, по большому счету, никто ничего нового не придумал, велосипед не изобретает. Мы идем, надеюсь, правильной дорогой. В чем будет ваша философия? В философии Одинцовской областной больницы. Два основных постулата должно быть. Дорога, если это идущая, и доверие должно быть взаимным. А мне хочется в завершении нашего прямого эфира сказать вам огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы каждый день, я повторюсь, спасаете жизни людей и дарите, наверное, нам всем. Самое главное — это здоровье. Берегите себя и будьте здоровы. Вы взаимно, будьте здоровы, спасибо. Вы смотрели прямой эфир, оставайтесь на нашем канале. До свидания.